Мы справимся. Мы же должны спасать мир. В этом великое предназначение России. Нет никаких сомнений, что мы справимся с Божьей помощью. И вообще хочется им сказать, они же переводят, это всё показывают, мне хочется вот вам сказать прямо в камеру. Вы понимаете, что воевать за мир, это всё равно, что, извините, из песни слов не выкиднешь, наша программа идёт в позднее время. Так вот, воевать за мир, это всё равно, что трахаться за девственность. Просто подумайте об этом. Это реально так и есть. Когда вы это поймёте, может быть, будете немножко меньше лицемерить. Хотя вряд ли. Теперь про нас. Я вот уезжала на праздники в Сочи, и, конечно, люди подходят на улицах, ну и родственники, и просто незнакомые люди. И у всех один вопрос. А что будет дальше, когда это всё остановится, на чём это всё остановится, в чём цели? Для того, чтобы определить цели, нужно сначала определиться с дефинициями. Давайте мы с ними, в конце концов, определимся. Кто-то называет происходящее СВО, кто-то называет война. Я большой разницы не вижу. Давайте мы поймём, с кем мы воюем. Мы не воюем ни с какой Украиной. Украину мы, как таковую, победили в первые 2-3, сколько там дней. А потом началась война с НАТО. И не только с НАТО, потому что мы воюем со странами и не входящими в НАТО. Так вот, сейчас идёт война с НАТО на территории Украины. И больше никак воспринимать это нельзя. И эта война для нас, этот вызов, эта угроза, она значительно по мощи. По мощи, да? Слава Богу, не по трагедии и катастрофе для нас, для нашего народа. Слава Богу. Но по мощи это посильнее, чем Вторая мировая. Это наша Великая Отечественная. Потому что напомню, что в Великую Отечественную мы были по одну сторону баррикад. И с Великобританией, и в каком-то смысле с Францией во многих смыслах. И с США, которые очень долго запрягали, но всё-таки в конечном итоге, когда мы фактически уже победили, впряглись. Ну и ленд-лиз, не надо забывать. Мы были вместе с ними. Против, в общем-то, горсточки мощных стран. С военной точки зрения мощнейших стран. Да, там Германия, Италия, Япония. Но всё-таки это три страны. Сейчас это весь так называемый западный мир. И таких по-настоящему союзников, в том смысле, в котором это было во время Второй мировой, у нас нет. У нас есть благожелательные наблюдающие, и их много. Китай, Индия, Арабский мир, та же Латинская Америка. Ну а союзники-то наши кто? Союзники в плане помочь ленд-лизам, открыть второй фронт. Есть у нас такие союзники? Нету. Им страшно. Они хотели бы нам помочь, но не могут, потому что страшненько. И вот теперь о целях. Вы только вдумайтесь, что будет, когда мы в этой войне победим. Я намеренно говорю не если, а говорю когда, потому что я не хочу даже думать о если. С Божьей помощью. Так вот, когда мы в этой войне победим, мы победим не Украину, мы не Артёмовск возьмём, да, Угледар или что-то ещё. Вы вдумайтесь. Мы победим весь западный мир, который сейчас отправляет туда всю свою мощь. И сам рассказывает о том, что у них уже истощены запасы. Много чего. Уже. Год сего длится это всё, да. Нет никаких сомнений, что когда Украина истощит свои человеческие ресурсы, так же, как они молниеносно помогли ресурсами, собственно, армейскими, в смысле боеприпасов, техники и прочее, как только мы это всё уничтожили за несколько дней, так же они отправят туда и человеческие ресурсы. Конечно, они найдут нам тысячи, я вас умоляю, десятки, сотни тысяч. Миллионы можно найти при желании, при наличии денег, а денежки-то у них есть. Людей, которые поедут туда наёмниками, да, вот эти орды. И вот когда мы всю эту орду победим, мы просто подтвердим своё прекрасное, так греющее мне душу, звание и знание величайшей страны мира. Как в незабедном сериале на комедийных телеканалах говорилось, а все остальные страны нам завидуют. Лично для меня таких подтверждений не нужно, никогда не было, и сейчас нет, и не будет, я и так это знаю. Но мне очень хочется, чтобы это увидел весь мир.